Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я очень люблю всякую выпечку. Всякие пироги, пирожные, кексы и тому подобное. Если бы не угроза разожраться до совсем уж неприличных размеров, ел бы такое каждый день. Есть еще одна причина, по которой я не сижу на пирожковой диете. Хорошее вкусное тесто долго готовится. Можно, конечно, магазинное слоеное брать, но действительно вкусного мне в наших краях не попадалось. Да и количество жира в нем изрядно отравляет удовольствие от поедания. Относительно недавно я подсел на вытяжное тесто. Ролик с яблочным штудолем видели? Нет? Ну, в конце этого выпуска повешу. У вытяжного, на мой вкус, есть два мощных преимущества. Во-первых, в нем нет практически никакого жира. Ну, не считай же жирным тесто, в котором на 450 граммов готово, приходится 12 граммов масла. А второе, для меня неоспоримое преимущество. Его значительно проще делать. Поэтому сегодня я хочу вам показать приготовление штруделя с несладкой начинкой. Из грибов. У меня шампиньоны двух видов. Вот эти, так называемые королевские, или иначе портабелла, и обычные белые. Так как магазинные шампиньоны имеют очень слабый аромат, то его надо усилить. Как именно это делается? Я уже показывал в ролике про грибной крем-суп. И если вы его не видели, ссылку тоже в конце повешу. Здесь, конечно, тоже покажу, но, так сказать, факультативно. Их, короче, надо просто долго жарить на слабом огне, чтобы влага выкипела, а вкус, соответственно, сконцентрировался. Ну, а чтобы начинка была еще ярче, я еще и лука нажарю. В смысле, сначала нарежу, а затем нажарю. Хорошо подрумянинный лук даст сладость. Но готовить его я буду на отдельной сковородке. Если сразу лук к грибам сыпануть, то ужариваться они будут до морковкиного загвивания, пока еще весь лук высок выкипет. Вот так. И пусть себе готовится. Чтобы подчеркнуть вкус шампиньона, к нему очень хорошо добавить еще и чеснока. Мелко нарезанного. Но добавлять чеснок надо в самом конце обжарки. Иначе можно не уследить, и он сгорит. Ну, с подготовительными этапами для начинки вроде бы все закончил. Займусь тестом. Мука, соль, сахар, вода и яйцо. Напоминаю, что яйцо среднего размера. Возьмете большое, и тесто может получиться слишком жидким. И столовая ложка растительного масла. Можно, конечно, все руками вымешать. Но у меня есть кухонный комбайн. Пусть поработает, а я пока проверю грибы. Отлично. Уже начали пахнуть. Так, лук. Лук уже почти дошел до кондиции. Даже некоторые кусочки на мой вкус излишне подрумянились. Можно было бы немножко меньше. Слишком сладкий получится. Можно его, наверное, к грибам отправлять. Сок этого у него уже почти не осталось. Если вы смотрели ролик про крем-суп из шампиньонов, вы помните, что я вам советовал грибы, приготовленные таким образом, хранить в холодильнике. Представляете, если бы у вас в холодильнике баночка таких грибов сейчас хранилась, насколько бы приготовление штуделя ускорилось? Вдвое, наверное. Смотрите, тесто пока еще все очень липкое. Оно прилипло даже к стенкам дежи. Не пугайтесь, так и должно быть. Сначала тесто очень липкое и кажется очень жидким. Если вы мешаете руками, продолжайте мешать. Не обращайте внимания на то, что оно прилипает к пальцам, к деже, к волосам и прочему. Через некоторое время глютен начнет образовывать такие длинные цепочки, склеиваться. Я сейчас специально для иллюстрации поставлю камеру к деже и запишу непрерывным кадром. И вы увидите на ускоренной перемотке, что произойдет с тестом буквально через несколько минут. Смотрите. Итак, хвасть ему вымешиваться. Вы видите, что произошло с тестом за 3 минуты очень интенсивного мешания в тестомесе. Руками, конечно, такой скорости не достичь. И руками этот процесс займет минут 10-15, быть может. Но не пугайтесь, ничего страшного. Видите, какое оно. Надо дать ему полежать еще минут 10-15, тогда вся клейковина, ну, глютен, окончательно набухнет. И оно станет еще более эластичным. За это время грибы дойдут до кондиции. Ждем. Итак, прошло 15 минут. Грибы уже в прекрасном состоянии. Так что добавлю чеснок, перемешаю, посолю. И пора разогревать духовку. Поставлю верхний и нижний нагрев 200 градусов. А тесто уже можно растягивать. Сначала его немного раскатаю на столе. Есть, конечно, мастера, которые сразу растягивают. Но я до таких высот пока не добрался. А тесто очень эластичное. Видите? А теперь можно растягивать. Но тут важный момент. Если у вас есть скатерть, которую не страшно испачкать мукой, то лучше всего это делать на ней. Если скатерти нет, можно растягивать на клеенке. Но тогда, чтобы тесто не приклеивалось, клеенку нужно обильно смазывать маслом. Мне не нравится слишком масляная выпечка, поэтому я растягиваю на скатерти. Она не скользкая, потому что на ней масла нет. Шершавая, поэтому тесто растянутое. На ней за счет трения удерживается. Получается очень удобно. Растягивать удобнее тыльной стороной ладони. Вот так вот вставляем. И легкими движениями я тяну, чтобы тесто под своим весом тянулось. Вот так вот. Скатерть предварительно, как вы видите, я посыпал мукой. Если она слишком шершавая, негладкая, то можно эту муку даже втереть в скатерть. Растягивать нужно до тех пор, пока тесто не станет настолько тонким, что через него рисунок скатерти будет виден. Такими легкими движениями. Видите, оно легко тянется. Небольшие вот такие дырочки, появляющиеся, это, конечно, не очень хорошо, но на самом деле ничего страшного. В принципе, если вы хотите получить очень тонкое тесто, то вот это количество можно растянуть вообще до размера метр на метр. Вот эти толстые краечки лучше обрезать. При выпечке они будут создавать слишком жесткий твердый край. Теперь дело за начинкой. Выкладываю ее с одного края. Всю эту часть немного сбрызгиваю растопленным сливочным маслом. Совсем немного. Чуть-чуть. Делается для того, чтобы тесто при выпечке не склеилось. Я сейчас заматывать этот рулет буду. Так вот, чтобы оно не склеилось в такой однородный толстый пласт. Помните, я говорил про то, что выпечка совсем не жирная? Так вот не переживайте. На весь этот здоровый кусок теста я использую от силы, наверное, граммов 10. Я пересыпаю вот эту часть панировочными сухарями небольшим количеством. Они совсем сухие. Масло сразу не впитают. Поэтому при выпечке создадут дополнительную такую прослойку воздушную между пластами теста. Итак, скатываем. Значит, сначала я так вот наброшу. И теперь, поднимая за край скатерти, я просто скатываю вот так. Вот такой получился у меня рулета-штрудель. Естественно, использую бумагу для выпечки. И знаете что? В тесте очень мало сахара, и поэтому оно будет плохо румянится. Поэтому для придания более аппетитного вида я натру немного сыра твердого. И вот теперь можно в духовку. В моей духовке все будет готово через 22-24 минуты. Вы же смотрите по своей. Зарумянилось, можно вытаскивать, значит все готово. Ну а что тут? Начинка у нас готовая уже. Тесто тонко пропекается быстро. Ждем. Если вы грибы готовы достать из холодильника, то считайте сами. 20 минут на приготовление теста, 5 минут на сборку, 24 минуты на выпекание, и все готово. То есть 50 минут, и отличный штрудель у вас на столе. А с дрожжевым тестом сколько возится? Или не дай бог саму слоеное катать? Так что мне вытяжное тесто очень нравится. А пахнет как? Слышите, как хрустит? Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok